За одним столом руководители практически всех спортивных федераций края собрались, чтобы обсудить, как разрешить насущную проблему, увеличить финансирование отрасли. Еще осенью 2021 года президент поручил регионам расходы бюджета на физическую культуру и спорт довести до 2%. К сожалению, на территории Алтайского края поручение президента не выполняется. У нас показатель в пределах 1,3. Если так по спортивному рейтингу посмотреть, мы в конце турнирной таблицы. При этом все члены общественного совета при Министерстве спорта отмечают, что за последние годы в крае сделано немало для развития сферы. Открыто несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, десятки спортивных площадок, повсеместно обновляют инвентарь и практически по всем базовым видам спорта улучшились показатели в медальном зачете. Но остается еще целый ряд направлений сферы, которые нуждаются в поддержке, говорят эксперты. Так крайне остро стоит вопрос дефицита врачей по спортивной медицине. Очень большой риск неисполнения поручения по кадровому потенциалу. Но ни для кого не секрет, все здесь люди достаточно осведомлены, что в Алтайском крае на сегодняшний день 7 спортивных врачей работают в здравоохранении Алтайского края. Это врачебно-физкультурный диспансер, один врач город Бизгл, один врач спортивной медицины город Рубцовск и полуставочник у нас совместитель в городе Заринск. В марте этого года депутаты уже вносили корректировки в бюджет региона. Тогда расходы на спорт увеличились на 400 миллионов рублей. Но этого недостаточно, считают эксперты. Инициативу о выделении дополнительных средств Общественный совет направит на рассмотрение в Общественную палату региона и в АКЗС. Деньги предлагают направить на целый ряд приоритетных направлений отрасли, в том числе спортивную медицину и поддержку одаренных детей. В крае есть стипендии губернатора, но они небольшие всего 10 человек и небольшие суммы. А талантливых детей, которых надо защищать 16, а им 14-15 лет, и уже надо бы подкармливаться, одеваться. Все ложится на родителей. Мы, допустим, за 100 стипендий талантливым детям, показавшие в 14-15 лет уже приличный результат. В числе предложений также увеличение зарплат тренеров, затрат на капитальный ремонт объектов и возрождение балла юные дарования. Одним словом, деньги нужны, и их есть на что направить. Остается дождаться, когда расходы на спорт в краевом бюджете пусть постепенно, но достигнут необходимых 2%. Отметим, на последней сессии АКЗС 2 октября парламентарии приняли решение о выделении отрасли еще 180 миллионов рублей. Общественники подчеркивают, поднажать осталось не так уж и много. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.